Всем доброе утро и снова влог, снова с вами я и решила поснимать немного на рабочем месте, потому что на работу еще не торопилась и не успела с вами поболтать. Вот, тем более у меня здесь много чего интересного, мои перекусы и так далее, все знают, что я на правильном питании. Вот, а кто не знает, подписывайтесь в инстаграм, потому что там я скидываю какие-то свои правильные рецепты, какие-то свои мысли по поводу тренировок, по поводу питания. Так что да, если вы не подписаны, то я обязательно жду вас в гости в своем инстаграм. Так, сейчас расскажу и покажу, что у меня тут интересного есть из-за здоровых и нездоровых перекусов. Собственно, главное, почему я тут решила вам показать, потому что у вас тут вот мой огромный-огромный перекусище. Ну, я планирую, на самом деле, не за один раз это все съесть, а в течение дня питаться. Вот, также у меня тут шоколадки, я вам уже показывала в предыдущем влоге, вот. Как вы можете понять, съедено очень немного, причем и там тоже две дольки съедено. Ммм, кстати, вот это Экоботаника, который без сахара шоколад, то, что с ним стало за неделю. Он то ли потерел, то ли еще что-то с ним стало, он какой-то вот неприличный и красивый. Странный шоколад, странный по вкусу, больше покупать не буду, никому не советую. То есть, если есть шоколад, то вот нормальный шоколад, а эта фигня полная, вообще невкусная, похоже на кондитерскую плитку. Также здесь вот Липтон. Не знаю, мне нравится, очень вкусный цитрусовый чай. Также хочу похвастаться, купила фикс прайс за 45 рублей. В магазинах, во всяких окейх и так далее я не видела дешевле этот чай. Поэтому очень-очень рада, очень выгодная покупка получилась. Что у меня тут еще интересного в финике, но я их не ем, что они мне не нравятся. И в принципе их не очень хорошо мне есть, по идее. И также у меня тут необжаренные киши, очень, кстати, неплохой. В Элиентах продается вот эта фирма 365 дней, которую в ролике считают, что она не очень. Но киши у них очень-очень классные, очень крупные. Хорошенькие орешки, очень вкусные, приятные. Ничем не уступают от тех, которые я покупала. От фирмы Дары Природы. Они стоят, по-моему, 300 рублей, 150 грамм. Вот, потрясающие вообще орешки, конечно. Но эти ничем не хуже, в принципе. Стоят они, по-моему, дешевле. Итак, бегу уже с работы. И вышла на одну остановку раньше, чтобы, во-первых, прогуляться. Во-вторых, автобус просто нереально было ехать. Очень жарко и так далее. Людей очень много. Ну, 6 часов все едут с работы. И плюс мне еще нужно зайти в магазинчик. Компас Здоровья. Вот, купите себе все для выпечки. Буду в печь, наверное, сырники праздные. И для этого мне нужна стивия. Я думаю, что буду брать стивию. И еще что-то посмотрю себе. Как здоровые перекусы какие-нибудь в магазинчике. Решила вам сразу показать, что интересного я купила в компасе Здоровья. Вот. Пока не забыла. Это льняная мука. Ну, тут написано, что для полезной выпечки. Для всяких блинчиков, оладушков. Вот. Не знаю, понравится мне, не понравится. Ну, вот. Показано, что она самая-самая низкокалорийная. Самая мега полезная. И вообще самая крутая. Вот. Поэтому будем пробовать, будем смотреть. Дальше накупила тут... Так, что я купила прежде всего? Стивиозит, за которым я и шла. Вот. На самом деле, я прочитала очень много положительных отзывов, что это реально нормальный заменитель сахара. Выпечка вообще отличная. А некоторые пишут, что вкус кокосолодки отвратительный. И нифига это не сахар. Вот. Также накупила кучу хлебцов. Ну, вот такие вот флаксы. Это как вот... Мы вот открыли, попробовали. Сейчас вам покажу, что это такое. Чем это едят. Вот. Это такие вот, как печеньки из льна. В принципе, я тут поняла, что можно такое делать дома. Но посмотрим. Вообще вкусненькие. Мне понравились. Это яблоко, корица. Далее у меня здесь банан. И еще я брала томата. Вот. Я также купила на завтрак. На завтрак тебе вот такие вот хлебцы с аджигой. Тоже что-то такое вкусное и полезное. Вот такие красивые у меня получаются сырники правильные. И потом расскажу рецепты, если это вкусно. Не знаю. Честно говоря, я думаю, что это, наверное, надо будет перевернуть. Сейчас развеним. Налечки перевернем. Далее. Сейчас не знаю, что буду делать. Наверное, сейчас делаю вот из желтков. Именно желтки, потому что у меня остались. И с йогурта сделаю такой вот крем. Возможно, даже найду какую-нибудь зелень. Добавлю сюда. И намажу на вот те хлебцы. Вот. По телевизору, на самом деле, ничего нет. Вот сейчас нашла, наконец-таки, пятницу. Потому что у меня на телевизорах что-то сбилось. Мы бы теряли пятницу. Вот. И буду завтракать. Кстати говоря, хотела с вами поделиться. Вот такие вот штучки я приобрела. У кого-то из блогеров, по-моему, у Марины Морской увидела. Вот эти вот как зажимчики. И вот я их активно уже использую для, например, вот льняная мука так выглядит. Я на самом деле думала, что она зеленая. Не знаю почему. Мне казалось, что льняная мука зеленая. Но нет. Она вот такая вот серо-коричневая. Похожа на какао чем-то. Какое-то такое. У меня ассоциация такая. Вот. И я ее добавила немного в сырнички. Посмотрим, что из этого получится. Я уже тороплюсь в центр. Потому что опаздываю на встречу с подругой. Решила выгулить вот это платье, которое я вам показывала. Потому что он, на самом деле, как-то... То у нас очень холодно для него, то у нас слишком жарко. Сейчас как-то уже ближе к вечеру. Уже практически 5 часов вечера. Жара спала. Духота такая спала. Остался только вот этот дурацкий ветер. Ну, в принципе, нормально, комфортно. Лето наступило. Так вот, встреча на местке с подругой. Вот. У меня, как всегда, традиция. Я встречаюсь с людьми так раз в полгода, допустим, или еще что-то в этом роде. Потому что прошлый раз мы встретились до Нового года еще. И сейчас она улетает. Поэтому мне тоже надо с ней увидеться. Вот. Наверное, сначала это все начнется с припевания меня за опозданием. Ну, что, как твои впечатления? Мы уже пришли. Пришли в старый добрый Такао. У нас прям традиция встречаться именно в Такао на Невском. Вот. Уже заказали. Ждем свой заказ. Мне принесли в подарок вино за то, что я наконец-таки соизволила дойти. Да, у них сейчас такая акция. Принесли сухое. Я попросила сухое. Собственно, да. Я сейчас вам показывала магазин. Как он называется, Дарин? Магазин? Мира Сезар. Мира. Мира Сезар, короче говоря, магазин. Не знаю. Всем нравится. У них там такой крутой Инстаграм-аккаунт. Но я не знаю. Я кроме дизайна ничего не оценила. Вещи мне показались не очень интересные. И за эту стоимость, ну, можно найти, мне кажется, намного лучше. Тем более в Массимо, в Заре, можно на скидках оторвать намного более крутые вещи, которые сядут. Потому что, ну, не знаю, Дарин, вот ты сколько мерила в Инстаграме, все красиво. А на живом человеке на тебе. Так что, не знаю, как-то я не оценила этот магазин. Единственное, что реально вложились в дизайн магазина. Да, было круто. Вот. Кстати говоря, не знаю, мне нравится Такао. Очень здесь уютно, очень классно. И интересно, что музыка играет. Сейчас будет еще живая музыка. Надоело нам сидеть в Такао. Знакомьтесь, это Дарина. Всем привет. Да. Мы переходим дорогой, да. Надоело нам сидеть. И мы решили прогуляться немного по Невскому. и дойти до галереи, потому что я очень хочу чего-то сладкого и хочу йогурти. Мы решили дойти до галереи, попушить йогурти, да. У нас тут все хотят попасть в камеру. Вот. А я не знаю, что ты выпила. Кто, они или... Нет. А, нет, красное вино же они видели, наверное. Ну, если вы не видели красное вино, посмотрите в инстаграме. Оно там есть. Bubble tea, bubble money. Я помню, я так тащилась. Я вот зимой любила bubble tea. Он теплый, а летом как бы, ну, беспонтовый его, пить немного. Вот, я не знаю, я очень люблю именно, вот, наверное, когда вот предзакатное солнце, не жарко, очень-очень круто и залит все таким золотым светом. И глаза не болят от солнца, главное. Вот, очень круто. Затоник, надеваешь очки, рей-пан. А я могу на голове носить рей-пан. Я понимаю, что, как бы, лето, это когда я рей-пан ношу всегда, ну, я могу только снять, когда я сплю. Ну, не знаю, я больной человек, честно. Я использую разными способами свои очки. Я знаю, что вот так на голове это плохо для очков, потому что, блин, надо бы так сделать, чтобы тянуть. Я знаю, что очки нельзя так носить на голове, потому что очки от этого портятся, но... Ну, что я сделаю? Мне волосы в лицо лезут, если я очки не надеваю. Да, солнце. Да, красивый вид? Да. Да, да. Будет красивый вид, так. Нет, тогда не оскенем. Да. Мы выбираем, как бы нам сфоткаться получше. Сейчас будем фоткаться. На этой радостной ноте хотелось бы закончить свой влог. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Всё, всех вас люблю. Целую, до скорых встреч в новых видео. Продолжение следует... Продолжение следует...